Всем привет, дорогие! Хочу сегодня поделиться очень простыми вещами, опять-таки. Для меня всегда, сейчас я вижу, что Господь возвращает в простые вещи, но простые вещи самые сложные. Буквально на прошлом уроке поделился, что такое быть во Христе и как выйти за пределы... ...как выйти в безграничность. Сегодня поделюсь одним таким интересным моментом. Мы все знаем, что есть принцип основания. Есть основания. Никто не может положить другого основания, которое уже положено, которое есть Иисус Христос. То есть, основания, наши основания, это не доктрины об Иисусе. Наши основания, это Христос Иисус Сам. То есть, наши основания, это Личность. Это основания, это наша платформа, на которой мы стоим и на которой мы, если так можно выразиться, взаимодействуем с Господом. Все имеет основания, да? То есть, если что-то строится, оно должно иметь основания. Физически. Для чего-то приземлиться, самолету или вертолету приземлиться, ему нужно приземлиться на определенную платформу, на определенное место. Если, Писание говорит, если основания разрушены, что сделает праведник? Он ничего не сделает. Поэтому, но слава Богу, наши основания невозможно разрушить. Потому что это живая Личность Иисус Христос. Как я взаимодействую со своим основанием? Как я взаимодействую со своей платформой? Я взаимодействую согласно моих взаимоотношений с ним. Через мои взаимоотношения с ним. Доктрины важны. Я не сказал, что доктрины не важны. Доктрины очень важны. Доктрины, постулаты определенные, доктрины очень важны. Но наше основание, опять-таки, это Иисус Христос, живой Иисус Христос. Если мы посмотрим в книгу Откровения, то мы увидим одну интересную вещь здесь. Четвертая глава Откровения. Шестой стих. И перед престолом море стеклянное. Море стеклянное. Или подобное к кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных отчей, спереди и сзади. Что это за море, подобное к кристаллу? Перед престолом есть платформа. Это платформа для того, чтобы на ней, к примеру, стоять. Давайте посмотрим на некоторые другие места Писания. И это также в книге Откровения. В книге Откровения. Сейчас вот я пытаюсь здесь найти. Ну, я думаю, знаете, сейчас вот я найду. Но подведу к этому определенным образом. Мы говорили о физических основаниях, друзья мои. Давайте теперь посмотрим, например, для каждого общения. Должно быть определенное основание. И иногда мы даже используем это и говорим в своей жизни, там, на основании чего ты хочешь обвинить меня? На каком основании вы пришли предъявить мне, например, эти требования? Или высвободить эту жалобу? На основании чего? С какой стати? На основании чего я должен куда-то с тобой ехать? То есть мы также понимаем, что есть не только физические основания вещей. Есть душевные основания вещей. Есть духовные основания вещей. Давайте посмотрим дальше. Что я увидел в своем сердце? Я увидел две платформы. Две платформы. Если можно так представить, две мощные платформы. И основания для чего? Что делает также основания, кстати, и платформа? Она дает стабильность. Если где-то в океане добывают нефть, вы знаете, что есть определенные вышки там. И стоит такое специфическое сооружение на огромных столбах. И столбы являются основанием. То есть везде нужно иметь какое-то основание. Книга «Мудрость» говорит. Мудрость устроила себе дом и вытесала себе семь столбов. Семь столпов. Что это такое семь столпов? Это основание дома премудрости. Это определенная платформа. На платформе устрояется база. На основании устрояется база. Если из платформы можно устроить базу, и можно базироваться чему-то, и начать чему-то развиваться, начать чему-то расширяться и действовать. Даже вот такой интересный момент, да? Вот все мы ходили в походы. Вот у вас есть палатка, вы идете в поход. Даже вот на таком простом, элементарнейшем уровне. Вы идете в поход с палаткой. Пришли на место. Вам надо эту палатку где-то разместить. Вам надо эту палатку где-то разложить. Что вы делаете? Вы подготавливаете основание. Вы подготавливаете платформу для того места, где вы поставите палатку. Вы не будете просто раз эту палатку и ставить. Почистите это место. Если оно неровное, немножечко выровняйте. Если на этом месте есть камни, вы уберете эти камни, или если какие-то коряги. Сделайте это место гладким, ровным. А раньше, что мы делали, мы даже и ходили, собирали пучками траву и подстилали под низ траву, чтобы поставить палатку на траву, чтобы уже перед тем, как ты там разложишь матрас, уже что-то было довольно мягко и довольно тепло. То есть это как бы устроение своего собственного гнездышка. Люди устраняют свое собственное гнездышко. Мы видели, что есть физические основания, есть душевные, есть духовные основания. Все это суммируется, духовные основания в Иисусе Христе, ибо Он сам есть основания. Но есть духовные основания, которые дают нам определенную базу, определенную перспективу находиться, что-то делать, что-то совершать, определенную работу. Смотрите, к примеру, в книге Откровения, 14 глава, это то место, которое я хотел зачитать. «И взглянула, и вот Агнец стоит на Горисеон, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Они поют, как бы, новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. Никто не может научить всей песне. И Он говорит об этих 144 старцев. Они находятся пред престолом. Они поют новую песню «Пред престолом». И мы знаем, что находятся пред престолом. База, платформа. Они стоят на определенной платформе и совершают определенную работу. Смотрите другое. Пятнадцатая глава. «И видел я, как бы, стеклянное море, смешанное с огнем». Огненное море, стекло, кристалл, смешанный с огнем. «И победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли божьи, стоят на море пред престолом». Платформа. И поют песнь Моисея, можете дальше читать и так далее, тому подобное. То есть, немножечко принцип платформы, принцип основания, ну, мы все знаем. Теперь, немножко поконкретней. Я как бы увидел в духе две платформы. Мощные. На одной платформе было очень много людей. Там была, скажем, такая концентрация людей, что, ну, чуть ли не вот так вот, один к одному стояли. Очень много. И когда я посмотрел на платформу саму, я увидел, что эта платформа начала трескаться. Сначала начали идти маленькие-маленькие трещинки. Потому что эта платформа начала вибрировать. Эта платформа начала колебаться. Эти трещины начали разрастаться. И становились такими большими, что люди падали в эти трещины. Там было очень много шума. Там было очень много крика. Очень много недовольств. Сметения. Замешательства. Непонимания. Никто толком не знал, что происходит. на второй платформе я увидел эту вторую платформу, подобную той, о которой я говорил в книге Откровения. Подобно кристаллу. Стеклянной такой платформе. Кристалл. Мощный кристалл. И там было меньше людей. Они стояли. Эта платформа тоже вибрировала. Но ни одной трещинки там не было. Этот кристалл играл. Высвобождалась музыка. Музыка сфер. Высвобождалось благоухание. Это была как бы живая платформа. Чистая как кристалл. Эти языки пламени там и сям они выходили. И я сравнил эти две платформы. И когда я смотрел на эти две платформы я понял, что люди, которые массово этой кучей, этой группой находились на этой, на другой платформе, которые начали терпеть определенный крах, это христиане. То есть это все христиане. скажем, это все верующие. Но одна платформа была в состоянии коллапса. Другая платформа была непоколебимая. Я понимал, что это определенное послание, к чему я верю, Господь ведет. И я услышал слово «вы познаете истину». И истина освободит вас. И когда я размышлял над этим, я понял, что есть разные виды знания. Есть информативное знание. Есть академическое знание. То есть есть определенное знание, которое мы получаем, которым мы забиваем, скажем так, себе в голову. и мы получаем это знание через образование. Кто-то хочет учиться на кого-то, на доктора, на руководителя, на менеджера компании, что угодно. Это вот этот принцип знания. Где человек приходит и он конкретно учится. Он получает особое знание. Он получает специфическое знание, особые предметы специфические, которые необходимы ему для той или иной специальности или специализации. Мы это прекрасно все знаем. Есть биологическое знание для биологов, медицинское знание для медицинских работников, и при том в медицине есть куча всяких поддивизий, если таких можно, дивизий знания. То есть есть вот такой вид знания. Это чисто элементарное знание. И все мы способны что-то вот так знать. Мы учились в школе, кто-то учился в университете, кто-то учился в техникуме. Но есть два вида знания, которые противоборствуют и которые присутствуют у христиан. Это интеллектуальное знание и это духовное знание. Та платформа, которая колебалась и разваливалась, на которой люди уже не могли стоять. Это платформа интеллектуального знания. Та платформа, на которой непоколебимо находилось намного меньше людей, это духовное знание. Это истинное знание. И я понял, что много христиан они имеют знания. Они прекрасно проинформированы. Они слушают много всего, видят много всего, изучают много всего. и при встрече много тебе расскажут. Но это не духовное знание. Это интеллектуальное знание. Вот книга Библии. Можно иметь интеллектуальное знание Библии, Слово Божье, а можно иметь духовное знание. Можно читать Библию регулярно от корки до корки, да, быть и до откровения, как мы говорим. Можно заучить много мест писания наизусть и законспектировать много всего из Библии. Библии. Но это будет интеллектуальное знание. Можно всю жизнь использовать Библию и проповедовать из нее. И даже учить других на основании Слова Божьего. Библии. это будет всего лишь интеллектуальное знание. Можно закончить кучу библейских школ, миссионерских центров, различного рода курсов и иметь обширное знание в христианстве. прекрасно знать историю христианства. Изучать вот такие толстенные теологические книги, вникать в словари. Но все еще это будет оставаться интеллектуальным знанием. То есть все это будет вот здесь, но не здесь. и в этом основная разница. Две платформы. Одна здесь, другая здесь. Та же самая Библия. Так вот я верю сейчас Бог потрясает все и мы это прекрасно видим и знаем. он это делает разными методами, разными способами. Он может использовать кого угодно для этого и что угодно для этого. И он потрясает эту так называемую интеллектуальное знание, платформу интеллектуального знания, чтобы струсить оттуда христиан, чтобы они увидели несостоятельность и неспособность этой платформы поддерживать их. Некоторое время эта платформа якобы была твердой, прочной и основательной и поддерживала, но не сейчас и не теперь. Она рушится и стабильность интеллектуального знания, уходит из-под ног. для чего Бог это делает? Чтобы мы увидели платформу духовного знания, которая устрояется здесь и начали, перешли на эту платформу и начали утверждаться в этой платформе. Есть очень много информативных проповедей. Совсем недавно, я помню, было популярным учение, что земля якобы плоская. То есть не круглая, а плоская. И даже использовались определенные места писания. но если человек не понимает, что написано в этом месте писания, то тогда мы должны заключить и понимать, что земля не только плоская, но она квадратная. Потому что Бог говорит о четырех углах земли. Поэтому четырехугольник какой-то определенный, да, не обязательно на квадратную, четырехугольник. Вот такого рода знания, оно захватило многих. Я разговаривал с людьми, даже у нас в общине, которые хотели со мной попить кофе и сказали, у них есть что-то особенное рассказать. И они начали говорить это. Я говорю, послушай, это безосновательное знание. Что оно тебе дает? Какой толк из этого знания? Как ты можешь это использовать? Как ты можешь это задействовать эффективно в своей жизни, в своем служении Богу и людям? Никак. То есть есть очень много куча знаний информативных. Так вот, об этих людях также сказано в Новом Завете. Всегда учащиеся, всегда учащиеся, они учатся, но никогда не могущих достичь познания истины. они не достигают познания истины. Они всегда учатся. Их цель это процесс учения. Они всегда учатся и думают, что в этом и состоит суть. но вот такие люди, находящиеся на такой платформе, это ложная платформа, которая некоторое время поддерживала, но теперь поддерживать не будет. Есть учения интеллектуальные христианские, а есть учения Христова. Я хочу еще раз зачитать важность, важность Христового учения, чтобы вы знаете все эти места Писания, но чтобы еще посмотреть, это давайте посмотрим второе соборное послание Иоанна Богослова. всякий, то есть любой, это для всех, приступающий учения Христова, почему не учения Иисусова, а учения Христова, Христос помазанник, Христос помазания, Христос это божественная субстанция реальности, божественная субстанция реальности, это Христос, реальности какой? Божьей реальности, истины, и не пребывающий в нем не имеет Бога. То есть, через пребывание, посмотрим дальше сейчас, не имеет Бога, пребывающий же в учении Христовом, который постоянно пребывает, находится, имеет и Отца, и Сына. Я могу иметь Отца и Сына через пребывание в учении Христовом. И вот такое учение нам нужно. Нам не нужны просто проповеди христианские на христианские тематики. нам нужно учение Христово. Кто приходит к вам и не приносит всего учения Христово? Кто не высвобождает божественную субстанцию реальности Божией? Христос знать знать если кто-то начинает что-то учить насколько важно знать как учить что учить и это не значит что не будет ошибок но очень категорично здесь говорит это местописание в колоссианах сказано слово Христово опять-таки помазанное слово слово которое несет субстанцию и реальность божества да вселяется в вас обильно со всякой премудростью то есть не просто по чуть-чуть обильно и оно несет и приносит всякую премудрость учение доносит знания учитель в физической школе учитель математики или биологии высвобождает знания математики и биологии каждый учитель высвобождает через учение знания своего предмета в церкви через научение высвобождается определенное знание интеллектуальное или духовное итак я верю что разница в принципе она ясна она понятна всем я немножко просто как вот развернул на эту тему теперь в заключении в заключении скажу так вы можете задать мне сейчас вопрос драгоценный и сказать Дмитрий в чем разница в чем разница между интеллектуальным знанием и духовным знанием вот я имею знание о чем-то но теперь я хочу узнать интеллектуальное оно или духовное потому что духовное познание истины освобождает а не интеллектуальное как мы уже говорили можно наизусть знать Библию и при этом не измениться вообще то есть кто-то может иметь одно и то же знание кто-то может знать наизусть место Писания все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе человек стоящий на интеллектуальной платформе исповедует и говорит это он знает это и человек стоящий на духовной платформе исповедует и знает но в чем разница и они могут встретиться и духовный человек с духовной платформы это знание скажет да ну все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе да да конечно знаем мы все это знаем знаем но знание надмевает но любовь назидает любовь это Бог Бог назидает то есть устрояет другими словами Дмитрий ну как я могу знать очень просто что духовное знание работает интеллектуальное знание не работает Духовное знание приносит конкретный духовный плод. Интеллектуальное знание не приносит никакого плода. Два человека могут находиться в одном месте и провозглашать какие-то места Писания. Один будет это делать с платформы интеллектуального знания, как попугай, которого тоже можно научить провозглашать какие-то вещи. Но он даже и не будет знать, что он провозглашает толком. Он не познал то, что он провозглашает. Исповедание абсолютно бессмысленное, если я не познал прежде всего то, что я исповедую. Если я не растворил это прежде верой, это не будет исповеданием веры. Это будет интеллектуальное исповедание. Вот отсюда. Духовное знание, которое ничего не меняет в духовном мире. Духовное знание меняет духовные вещи, душевные вещи, физические. То есть, в той сфере, где нам не достает духовного знания, вещи не будут работать. Мы можем в этой сфере иметь интеллектуальное знание и закончить все школы исцеления. Но исцеляются ли через нас люди? Если я имею духовное знание, действия в дарах Духа Святого, я в них свободно действую, везде и всегда. Если я имею интеллектуальное знание, я не действую в дарах. В дарах плода интеллектуального знания не будет. Вернее, будет интеллектуальный плод, который ни к чему не ведет. И ничего не значит в духовных сферах. Для того, чтобы двинуть, сдвинуть что-то в духе, нужно обладать духовным знанием и стоять над духовной платформой. Духовным знанием становится только то знание, которое ты познал, которое стало частью тебя. Которое переместилось отсюда сюда в сердце. И которое каждый раз работает, когда ты его применяешь. Поэтому внешне очень тяжело различить. Два христианина могут говорить об одном и том же, одними и теми же словами. Но один знает, что он говорит. Апостол Павел говорит, я невежда, но не в познании. Хотя я невежда в слове, но не в познании. То, о чем я говорю, я знаю, о чем я говорю, потому что я все это прошел. Я пропустил это через свою систему. Это теперь часть меня. Ее невозможно отделить. Духовное знание, когда человек приобрел, уже невозможно разделить это знание от человека. Он становится единым с этим духовным знанием. Посланник становится одним с посланием. Учитель становится одним с учением. И тогда это учение живет, оно действует, оно приносит плод. Если определенное учение, интеллектуальное, и не приносит плод в моей жизни, неужели вы думаете, если я буду учить это учение, высвобождать, если оно в моей жизни не принесло плода прежде всего, что оно будет приносить плод в жизни других. Забудем. Такого не будет. Итак, мы находимся в этот момент перемещения. Найдемся же вот на той духовной платформе, духовного знания, практически работающего, которое познанно, которое в нашем сердце. кто в совокупности есть учение Христова, что в совокупности есть Христос, божественная субстанция реальности. С Господом всем вам!